Добрый день! С вами Довин Наташа, художник компании Таир. Сегодня хочу рассказать вам о наборе акриловых художественных красок Акриларт и написать с помощью этих красок небольшую интерьерную картину. Давайте рассмотрим набор поближе. Недавно у него сменился внешний вид, но на прилавках магазинов его еще можно встретить в старом дизайне. Внутри коробки небольшие тубы объемом 20 мл. На каждом тюбике указано название цвета, его укрывистость, цветостойкость и пигментный состав. Всего в наборе 12 цветов. Это более чем достаточно для написания любой картины. Давайте перейдем от слов к делу и напишем небольшой рассветный пейзаж с маками. Используя обратную сторону крышки, вскрываем тубу. Их запаивают для лучшей сохранности краски. Такие же тубы я вскрывала даже после 10 лет и старых запасов. Краска ни капли не изменилась. Начну с неба. Для этого мне понадобятся оба красных цвета. Ультрамарин, фиолетовый, желтый светлый и белил титановый. Акриловые краски универсальный материал. Они не требуют специальных разбавителей, как масляные краски. И прекрасно разбавляются водой. Для рисования подойдет почти любой материал. Плотная бумага, картон, холст, деревянная спила или даже стена. Нет преград для полета фантазии. Я взяла хлопковый холст с увеличенными боковыми гранями. Такие холсты отлично смотрятся в интерьере, даже без оформления в раму. Любой грунтованный холст рекомендуется слегка пошкурить мелкозернистой наждачной бумагой перед началом работы. Только обязательно нужно потом удалить пыль от ошкуривания, чтобы она не примешивалась к краскам. Возможно, на видео это не видно, но у меня сделана карандашная разметка, на которой намечен солнечный круг и ленин горизонта. Начинаю с разбеленного желтого оттенка, к которому вхожу в солнце. Люблю работать, накладывая тонкие слои краски, поэтому сильно разбавляю краски водой. Затем ввожу оттенок красного светлого. Чтобы не получался рубленный ступенчатый переход оттенков, границу между ними хорошенько растушевываю, пока краски не высохли. Вообще, это главная особенность акриловых красок. Они очень быстро сохнут. Для кого-то это минус, а для кого-то огромный плюс. Чтобы краски не подсыхали на глазах, добавляйте больше воды на кисть. Иногда можно прыскать водой с пульверизатора прямо на холст или на рабочую палитру. Дальше добавляю оттенок красного темного и местами немного ультрамарина или фиолетового. Растушевываю цветовые переходы влажной кистью, чтобы добиться их плавности. Чтобы не останавливаться и не вводить каждый раз солнечный круг, я закрасила его, а потом вернула, стерев краску влажной салфеткой и дополнительно прошла с белой краской. Чтобы картина хорошо смотрелась без рамы, не забываем сразу окрашивать и боковые грани. В данный момент небо уже можно считать готовым подмалевком. Уже понятно, что происходит и какие цвета используются. Пока я окрашивала боковые грани, этот слой уже высох, и я приступаю к следующему. Делаю цвета насыщеннее, а переходы плавнее. Купить набор красок Криллард вы можете в художественных магазинах вашего города, в интернет-магазине Таир, а также на Озоне и Валберес. Следующий этап – это горы. Рассветные лучи солнца проходят через туман, окутывающий горы, окрашивая его в нежные оттенки. На солнечных участках он розово-красный, а в тенях – синий-фиолетовый. Я работаю губкой, потому что с ее помощью можно сделать переход еще мягче. Но при желании можно продолжать работать и кистью, но лучше выбрать более мягкую. Для акриловых красок лучший выбор – это синтетические кисти или щетина. Щетина подойдет, если вы любите грубые фактурные мазки. Кисти с натурального ворса не подойдут, они дорогие и слишком мягкие для акрила. Никогда не оставляйте кисточку с акриловой краской на воздухе. Краска застынет, и очистить кисть можно будет только растворительным смывкой. Всегда опускайте кисточку в воду, если делаете паузу в рисовании. А после работы тщательно прорывайте кисти теплой водой. Те же правила касаются и палитр. Для акрила идеально подходят палитры из керамики и стекла. Возвращаемся к нашему туману. Ближе к нам он становится более белесым, потому что солнечные лучи еще не полностью пробиваются через него. И, наконец, холм, на котором мы вырастим маковое поле. Здесь я добавляю зеленые оттенки, но, разумеется, не использую их в чистом виде. А намешиваю довольно сложные серовато-зеленые цвета. Смешиваю фиолетовый, зеленый средний, белый и каплю черного в разных пропорциях. Не забываю окрашивать торцы холста. Таю фоном где-то минут 15-20, чтобы просохнуть. Можно ускорить высыхание красок фена. Теперь буду создавать травы и цветы. Хочу, чтобы цветы на переднем плане были объемными, поэтому буду использовать мастихин. Намешиваю оттенки желтого, охры и белил. И, набрав краску на кончик мастихина, намечаю небольшие размеры маковых коробочек. Боковым ребром мастихина намечаю линии стебельки. Самое главное, рисуя такие полевые пейзажи, это соблюдать динамику. Ведь никто не съел цветы и травы ровными грядками. И они разбросаны довольно хаотично, с разным углом наклона. Какие-то повыше, какие-то пониже, где-то пусто, где-то густо. Это придаст картине естественность. Обратите внимание, что та часть луга, которая расположена справа, за теневую частью горы, тоже находится в тени. А травы и цветы, расположенные прямо под солнцем, будут более яркими и светящимися. Чтобы добавить совсем мелкие детали, беру тонкую кисть. На заднем плане добавляю более размытые чертания трав. Боковыми движениями мастихина добавляю более темных трав внизу. Использую охру в смеси зеленых и фиолетовых оттенков. Кое-где добавляю ярких оттенков, это листья и травы, через которые просвечивает солнце. Теперь настало время выращивать маке. В первый раз сбрасываю самый маленький бутон, буквально капельки красного. Если страшно пробовать с цветами с разным холстем, можно сперва потренироваться на картонке. А еще можно остановиться и просушить картину на данном этапе. Чтобы дальше если какой-то цветок или лепесток не понравится, можно было спокойно стереть его влажной салфеткой. Маки имеют очень характерный ярко-алый цвет. Для них буду использовать оранжево-красные оттенки. В самые светящие места можно добавлять светло-желтый. Ближе к теням можно использовать красный-темный, добавляя в него каплю фиолетового. На первом плане цветы будут крупнее. Здесь уже можно наметить несколько лепестков движения мастихины. Стараюсь делать лепестки разными, ведь в зависимости от того, как на них падает свет, какие-то будут освещены, а какие-то в тени. В раскрытых цветах рисую черную сердцевинку и желтые тычинки. Работа мастихином поначалу кажется сложной, но очень скоро входишь во вкус и начинаешь находить в этом свое очарование. Важно приноровиться делать мазкин в разных направлениях и не бояться проворачивать мастихин. Какие-то мазкин требуют резкости и экспрессивности, другие могут быть плавными и более вдумчивыми. Если что-то не получилось с первого раза, легло не так, как хочется. Всегда можно немного подправить мазок, пока он свежий. Подвинуть, пригладить и добавить сверху другого оттенка. Самые ближние цветы рисую самую крупную по размеру. Один из них будет совсем на краю холста, раскрытый прямо на зрителя, как будто хочет вырваться за границу холста. Картины в пастозной технике с густыми мазками сохнут около суток. После высыхания цвета картины становятся чуть более приглушенными из-за потери глянца. Приобретают приятный полуматовый финиш. Акрил не требует обязательного покрытия лаком, но если вы больше любите яркий глянцевый блеск и сочные цвета, то можно покрыть ее глянцевым акриловым лаком. Конечно, такого набора не хватит для работы над большими холстами, но для того, чтобы познакомиться с краской, попробовать пастозную технику – это отличный выбор. Спасибо за внимание! Надеюсь, вам понравилась эта работа. Я постаралась в ней совместить разные приемы и техники работы с акрилом с использованием разных инструментов – и мастихин, и губка, и кисть. Их всегда можно сочетать или использовать по отдельности. Творить с удовольствием! И до новых встреч! Продолжение следует...